Ребят, ну что, с летом вас! 1 июня на календаре. Давайте посмотрим с вами, как же там поживает Приморский пляж. Открыли ли второй сектор, который был огорожен, где была реконструкция. Можно ли там полежать, вообще что происходит. Давайте посмотрим. Информация для людей, которые задают нам вопросы по поводу майнинга. У нас занимается этим человек в Ялте, у него своя ферма. На все вопросы он ответит любому обратившемуся. Все контакты в описании. Ну что, Вячеслав, ты работаешь? Да. Давай. Шашлыки. Машлыки. Здравствуйте. О, прямо еще два нас. Здрасте. Вас тоже? Передавайте привет. Здрасте. Приезжайте к Рыбе. Катерочек пошел. Чуть-чуть штормит, но уже, слава богу, не так, как. Чурчхела 60 и 80. А в чем разница? Которая круглая, это с фундуком. Которая вот эта более вытянутая, это с грецким орехом. А, то есть разница из орешка, что внутри, да? Да, разница из орешков. Почему грецкий дороже? Потому что его, получается, на чурчхелу больше. Потому что вот здесь их прям немного получается. Ага. А вот сверху уже... Вот этот цвет натуральный, да, лимограда? А это уже с добавлением просителей, да? Ну, они, в принципе, идут все на разных соках. Просто они даже по вкусу немножко отличаются. Не, ну такой ярко-зеленый, конечно, добавляются, да? Еще немного, но вообще, как бы, понятно. Понятно. Видишь, что такое крутится. Так быстро. Приходила я сюда несколько дней назад, раздевалки ни одной не было. Сейчас вот стоит раздевалочка, серенькая, потрепанная, но она есть. И вот, ребят, смотрите, брали совсем забор. Нету забора. Такого я, конечно, не ожидал. Свободно можно проходить на второй сектор и отдыхать. Единственное, что еще не убралась техника, да, вот еще экскаватор там что-то копает, ковыряет. Но быстрыми темпами ребята тут обещали к первому открыть, открыли. Так что на этом спасибо. На лето закончатся работы, прервутся, а с осени будут опять начинать делать дальше продолжение набережной реконструкции, продолжать. Пойдем еще вот там лестничку построили, надо пойти там погулять. Можно спуститься, подняться. Не знаю, как сейчас спустят меня или нет. Народ уже загорает вовсю, водичка теплая, многие купаются. Экскаватор сегодня работал, я только что смотрела, тут копал. Интересно, для чего эти металлические штучки? Сейчас посмотрим. Кафе уже обустраивалось. Ага, ну нормально. С этой стороны тоже будет продолжение кафешек. Попить, покушать, как всегда. Единственное, что туалеты пока только в начале пляжа, по 15 рублей синие кабинки. Трактор еще не убран, он работает. А, вот еще раздевалочки поставили, так что на этом секторе тоже все хорошо. Давайте поднимемся по ступенькам вверх. Это новое небо вот такого. Ох-ох-ох, ничего себе. Не, ну что, мне кажется, будет очень круто. Когда сделают всю инфраструктуру, когда все доделают, это будет в 20-м году по проекту. Здесь будет очень круто, а дальше продолжение набережной. Сильное заявление. Крутая территория. Пожалуйста, гуляйте, купайтесь. Пляжа осталось много, сколько и было. То есть, не в ущерб пляжной зоне пошло это все. Звучит неплохо. Мне очень нравится. Напомню, это не конечный вариант. Это сейчас только прервались на лето, потому что нельзя вести стройки, строительные работы, так как открыт сезон. Первое июня сегодня. А еще я вам предлагаю сегодня пойти немножко дальше. Пойдем сейчас за Приморский пляж, за пляж Оперы Примы, который раньше в мое детство назывался Прибой. Мы туда ходили, тусили целый день. Потом чуть ли не с головной болью уже возвращались домой все красные. Пойдем дальше, посмотрим пляж. Там был корсар, там, говорят, тоже какая-то стройка идет. Поэтому надо пойти посмотреть. Прикиньте, тут еще душ вот такой будет. Крутят. Я в ту сторону шла, не увидела. Душ работает. Вот это поворот! Женщина пользуется нормально. На сегодняшний день, 1 июня, да, здесь нет проката там шезлонгов, зонтов. Пока этого всего нет. Но я думаю, скоро появится. Все сейчас по старинке загорают на своих полотенечках, тряпочках и свои зонты берут. Но это пока, я думаю. Кто же пустит в момент заработать, да? Вчера на дельфине был 200 рублей шезлонг. Так что там работают уже, ребята. А, еще я не вижу ни медпункта. Но это не точно. Вижу только желтенький флажок там в начале пляжа. Спасательный, наверное. Спасательный пост. Труженикам привет! Ну что, как тебе? Нормально, продал чуть-чуть. А, ты продал? Оскара! Оскара! Я тебе про набережную молю. Ну, лучше будет, чем было до этого. Конечно, будет лучше. Во-первых, широко, да? Ровненько, да. Ровненько. Но тут, конечно же, будут бутики потом все. А там, я видела, там уже кафешка внизу почти сделана. Ты знаешь, что мне понравилось? Такой вот лестничка, да, лестничка. А вот, видишь, сверху это душики, видишь? А-а-а! Представляешь, они работают. Неужели? Да! Ну, единственное, что видишь, до сих пор ровняют. Нету мусорок. Туалеты только там вдалеке. Но поставили раздевалку. Слышишь, опять как штормить сразу начало, да? Вот мы пришли, еще не так было. А сейчас прям ветер такой, я уж замерзну. На последнем секторе пляжа Берепримы, да, тут кто хочет отдохнуть с комфортом, можно заплатить денежку и отдыхать хоть в бунгалах, хоть на матрасике, под зонтиками. Но можно и возле водички. С прошлого года тоже такие же бунгала можно поснимать. Туалет 20 рублей здесь стоит. Конечно же, есть душ, раздевалки. Ну, тут все очень облагородно. Но вход бесплатный, конечно. На своей тряпочке можете прийти поотдыхать. Да. О, я думала тут корсар разгребли и ничего не будет. А тут, вон, смотрите. Тут вон кипит работа, елки-палки. Уже зеленую дорожку расстелили. Славик, это для кого дорожка зеленая, как думаешь? Для канала Крым глазами места. Конечно же. Ага, там все-таки техника стоит, ничего не делает. А тут у нас что? Конечно же, тут никто ничего не насыпал. Я не удивлюсь. Ну да. Бедный, размысленный пляж Корсар. Сюда местные очень любят приходить купаться с детками. Не знаю почему. Любят этот пляж. А тут стройка, стройка. Все-таки работают. Смотрите, вон, копает. Экскаватор выносит землю. Так что тут стройка продолжается, хоть и первое июня. Так, а тут кабинка-медпункт закрыта лежачками. Тут тоже как-то... Эх, заливает весь пляж. Когда уже прекратился штурм? Надолго не хватает. Ага, сейчас. Зашли, вот пройдем по территории Леванта. Здравствуйте. Здравствуй. Смотри, как красиво. Да супер, вообще. Шторм это очень красиво. Но, если вы вдруг решили искупаться в шторм, это еще как бы не сильно, но все равно опасно. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы, а лучше не рисковать и вообще остаться на берегу. Очень много, к сожалению, людей не рассчитывают свои силы, потом случается трагедия. Особенно, если был, выпить какой-нибудь напиток спиртной и под шофе. Могут быть так называемые отбойные волны. Ну, я не знаю, тут у нас они бывают или нет. Обычно это на Азовском море может быть. Да, там, где мелко, на Черном может быть тоже море. Когда возвращаете назад, чувствуете, что гребете на одном месте, берегите силы и плывите не к берегу, а вбок, чтобы выйти с этого отбойного течения. Да, параллельно берегу, да. Такое я слышала тоже. Но это, по-моему, не на наших курортах такое. Ну, все равно может быть. Так даже первоклассные правоплавцы бывают тонут. Но у нас волна тоже очень коварная. Она сверху идет, а потом снизу очень сильно затягивает и закручивает. И можно вот так раз-два, и все, и вы уже там где-то. Я так понимаю, вообще должно быть продолжение набережной Ялты. Вот прямо досюда и вот сюда. Ну да, тут дальше тоже уже построено красивенько. Но сюда еще тоже, походу, не пускают. Потому что мы как-то так не прошли. Но, в принципе, это будет дальше продолжаться. Дальше вот там за забором. Это, получается, реконструкция пляжа Солнечный. Я вышел в интернет с таким вопросом. Ну, я чувствую, там, по-моему, мы должны что-то построить. Я не знаю. Но обещали, что будет даже оттуда, по-моему, все-таки набережная продолжаться. Потом идут санаторские пляжи, а потом пляж Дельфин. Да, кстати. А мы как раз были вчера на этом пляже. Да, да. Вот, посмотрите. Вот так хотела показать. Ну, сейчас она. Ребята, ну что, давайте пойдем проверим, как выглядит сегодня, на сегодняшний день пляж Дельфин. Один из любимых пляжей ялтинцев местных, да, которые сюда очень любят ходить. Он далековато находится. Ну, от центра, да, можно сказать. Но сюда все любят приходить. У нас, правда, штормит уже третий день или четвертый даже. Вообще, такие штормы сильные пошли. Походу, аж сюда заливало. Ого. Ничего себе. Говорят, он готов к сезону. Не то, что приморский пляж. Давайте посмотрим. Сейчас будет вход, как раз мы спускаемся. Получается, с парковки выше парковочка. Бесплатная. Если с вас будут хотеть потребовать денег, по крайней мере, на сегодняшний день бесплатно все. Сразу бросается в глаза. Это что? Покрашенные поручни. Очень красивенько, да. Сразу виднеется медпункт. И сразу я вижу раздевалки. Уже большой плюс. Да? Сразу увидел недочет. Недочет. Это старые ступеньки, на которых все летают. Видишь, вот это счет. Вот. Я только что чуть не упала. Ого. Да, штормит, штормит, весь пляж заливает с водой. И как для штурма, все равно водичка чистая, да? Да, да. Вот смотри, ступенечки сделали. Сделали ступенечки, да. По-моему, их не было раньше. Не помню, по крайней мере. Кафе работает. Люди, люди, люди уже загорают, пытаются. Но из-за шторма очень маленькая осталась часть пляжа. Уже сразу вижу, шезлонг 200 рублей. Администрация пляжа Дельский. Классно уже плещется. Вода, говорят, 21 градус уже. Кстати, поставили специально отведенные места для курения, вот, палаточки. А, точно, вот прям. Чтоб на пляже не дымели, не сидели. Так, вроде как запрещено на пляже. Запрещено то, что входит полиция по пляже, что ли? Можно нажаловаться в администрацию пляж. Придут, попросят не курить. Мы русские люди, своих не выдаем. Ну, это нюхайте, пойдем. Замкнутый круг. Замкнутый круг, все нюхайте. Это плохо, плохо. Накапай на него. Тридцать седьмой год, да, скажешь? Нет, это ж как-то не по-нашенски. Ну да. Стучать. Так, для детей есть небольшой домик спрятаться от жары. Кто забыл купальник, шлепки, надувашки, водичка, питье. Так, спасательный пост очень хорошо. Прокат зонтиков, пойдемте посмотрим. Вот, даже есть прикол. Бронь, место 50 рублей. Прокат зонта 200. Комплекс услуг, шезлонг и непонятно что, 200 рублей. Короче, шезлонг 200. Да, все люди к стеночке бедненькие прижались. К сожалению, Ливодийский пляж, который тоже многие очень любят, не пригоден сейчас для отдыха нормального. Там нет ничего. Так, тут кафе. Тут что-то будут, напитки какие-то. На этом секторе вообще хороший сделали навес плотный. То есть полностью теневую зону оградили. Сделали теневую зону и все сейчас там сидят. Спрятались от солнца. Кто позагорать, это вот на следующий сектор. Там, где мы были только что. Вот и цветочки, цветочки. Кафе «Рыбка» работает. Так. Что делать при пожаре? Очень интересно. Короче, тут кафе все работают. Вообще, по полной программе. Можно за столик выйти посидеть. О, вот тут туалет. Душ располагается. Надо посмотреть, что почем. И кабинки для хранения, эти камеры хранения. Так, туалет 15 рублей. Хорошо. Ой, кофе-молочка. О, представляете? В пользу купания расписали. Кто не знает, да? Ого. Прям до стены. Елки-палки. В общем, получается, второй и третий сектор под крышей таких плотных навесов. Не вижу ни одного съезда для лиц с ограниченными возможностями. Для инвалидов нету подъезда к воде совсем. Здесь вот прям для отдыха все. Наверное, можно снять здесь жилье какое-то. Столько всего понастроили вообще. Коробка по 80. Это первый сектор. Никого. Все загорают на верхнем этаже, потому что там шторм внизу. С этой стороны еще кафешка приводится в порядок. Еще не готовы. Но скоро будут работать. Ну, в принципе, здесь уже выход. Отсюда можно добраться до Ялты пешочком. Получается, вдоль прибрежной зоны. Где-то будете идти под заборами, где-то будете идти видеть море. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Ну, вот так. Ой, какие волны! А вы любите смотреть на волны? Давай, я люблю смотреть. Я могу часами стоять и наблюдать, как вот эти гребешки эти красивые ударяются об берег. Вообще шикарно. В общем-то, вот с этой стороны второй вход, можно сказать, да. Это можно пешком добраться, например, от Приморского пляжа. Сюда вот попадете. Либо с той стороны подъехать, как мы подъехали на парковку. На такси, либо на своем авто. Так что, вот так. В принципе, пляж готов. Уже есть где и покушать, и переодеться, в туалет сходить, полежать на лежаках. Нормально. Какая волна! Завтра мы постараемся выложить видео. Да выложим. Вся прибрежная линия Оградного и пляж Дражинки, под Энтуристом который заканчивается пляжами Чайка и Энтурист. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пацанки дрыстали. Пол третьего, а уже тут денечек. А дядька работает, молодец, равняет. Умничка. Хочу за солнце, уже мерзло, уже до сихим ветром. Продолжение следует... Продолжение следует... Theo тихо. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует.